Всем привет, друзья, с вами Арм, и я даже не знаю, как это комментировать и как начать это видео. Сегодня TheFatBoom в своем официальном дискорд сервере показал самый безумный тролль-слив за всё время сериала. Как вы можете заметить, там настолько всё безумно, что я некоторые моменты не могу показать вам здесь, чтобы ютуб не заблокировал это видео, ну и по другим понятным причинам. Однако, на то он и тролль-слив, он изначально создавался таким образом, чтобы вызывать эмоции, и он на эту цель выполнил даже лучшее, чем предыдущий слив с учёным и Дивиманистаном, если вы помните. В сегодняшнем видео я расскажу вам, что же хотел сказать нам TheFatBoom этим сливом, и какие секреты он скрывает. А также в конце видео вы узнаете, как можно посмотреть полную версию этого слива без цензуры и со звуком. Но сразу предупреждаю, что ваша реакция при первом просмотре этого шедевра в кавычках будет примерно такой же, как у Камера Вума. Я до сих пор в шоке от того, что увидел, TheFatBoom постоянно поднимает уровень абсурдности тролль-сливов, но даже при этом учёте это что-то нечто, и я, наверное, даже эту ночь не смогу уснуть. Невозможно развить то, что делать с пикаментистаном Жемена. Но я для вас решился на анализ деталей и пересмотрел этот слив много раз. Поэтому поставьте лайк хотя бы за моё мужество, что я не знаю, короче, как это вообще комментировать. Давайте поехали, друзья. Начнём с того, что такие сливы сделаны не только с целью посмеяться, но и рассказать нам, что будет в следующей серии. Так что давайте сначала проанализируем, что мы там увидели, а потом обсудим, что же это всё значит в человеческом нормальном понимании. Начнём с первых кадров этого слива. Тут мы можем заметить всех трёх титанов, но с одним важным отличием. У них их главное оружие находится, мягко говоря, не в руках, ну, как бы, а в другом месте. Также эти модельки отличаются от оригинальных моделей тем, что они не имеют многих деталей. Например, TV Man Titan имеет только один телевизор, а спикер Man Titan не имеет задних больших колонок. Но больше всех отличается Камермен Титан, он по какой-то причине белого цвета. И дальше спикер Мэн Титан поднимает свою пушку вверх и орёт. А в следующей сцене, вы сами понимаете, что происходит, опять-таки это я не могу показать по понятным причинам. Пока он это делает, другие титаны просто смотрят. Однако спикер Мэн Титан в итоге упал на пол, и у него сломалась пушка. Как мне кажется, это означает, что во второй части 73 серии, G-Man сможет хорошо повредить спикер Мэн Титана, но не сможет его убить. И мы видим, как камера приближается к TV Man Titan, который, как я понял, говорит My Turn. Это переводится с английского, как МОЯ ОЧЕРЕДЬ. Блин, боже, что я... Ладно, сложно понять должные его слова, так как на фоне зрителей, которые его смотрели, ну, которые это смотрели в прямом эфире, общались, но думаю, мой вариант правильный. И получается, после спикер Мэн Титана с ним будет биться Тив Мэн Титан. Как мы знаем, строль сливов с прошлого, да, с учёным и Тиви Мэном, это всё означает, что G-Man умрёт от рук Тиви Мэна Титана. Но я бы не спешил с таким выводом, ведь учёный, как мы помним, в итоге выжил, и в той серии у него уничтожился только его большой меха-костюм, а не он сам. Конечно, в этот раз такой вряд ли будет, ведь G-Man, в отличие от учёного, всегда был большим и не находится в меха-костюме, хотя и исключать такой сюжетный поворот я бы тоже не стал. Но в любом случае он сможет выжить, но покажет нам это только в 74-й серии или ещё позже, в то время как во второй части 73-й серии все будет сделано так, вот таким образом, чтобы зрители поверили, что он умер. Это моё мнение, вы можете написать свой вариант в комментариях, но, как мне кажется, даже в такой ситуации у G-Man есть запасной план, как всех снова обмануть. После всех этих кадров мы видим камер-вумен, которая в шоке от всего этого, что происходит, и после чего, ну, как бы убивает себя своей же пушкой. Кстати, сзади мы можем заметить её новую пушку, о которой я вам говорил в разборе первой части 73-й серии. Ну а в самом конце нам показывают кадр с G-Man, у которого во рту осталась половина пушки спикер-мэйстана. Но и это ещё не всё. Есть ещё несколько деталей, на которые мало кто обратил внимание. Дело в том, что в момент этого всего с G-Man можно было слушать звуки бьющихся кастрюлей. Это, скорее всего, отсылка от DefuBoom на свой старый ответ в интервью, где он в шутку сказал, что в сериале будет новая раса Naked Kitchen, типа а-ля голые работники кухни, чё-то такое. Короче, что так же забавно было, так это то, что звук бьющихся кастрюль стало чаще, когда нам показывали лицо комар-вумен. Так что я не завидую ей, что она увидела в этот момент я вообще хз. Но, конечно, мы догадываемся, что она увидела. Ладно, друзья, а если вам этого не хватило, то можете посмотреть своими глазами полную версию этого тролль-слива в моём телеграм-канале. Ссылка в описании. Но опять-таки, предупреждаю, что этот тролль-слив самый безумный за всё время. И будьте готовы перед тем, как его включать. И подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить разбор второй части 73-й серии, как только он выйдет. Пока-пока.